Центр поддержки бизнеса появится в Московской области. С таким предложением выступил губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Это облегчит работу инвесторам и снизит административные барьеры. Подробности узнаем у Юлии Федориненко. Юля, нужна ли эта поддержка бизнесу? Алла, нужна ли эта поддержка предпринимателям покажет время, но то, что от этого выиграет регион, сомнений нет. Основная задача Центра защиты бизнеса, о котором говорил глава Московской области, привлечение инвестиций, создание условий для развития бизнеса и новых рабочих мест. Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов разработать модели и предусмотреть условия и инфраструктуру, которые будут работать на достижение этих целей. Сегодня инвестиции в основной капитал составляют более триллиона рублей в год. Необходимо увеличить эти показатели на 25%. По итогам прошлого года в регионе зарегистрировано 400 тысяч организаций, свыше 350 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 1200 крупных и средних предприятий. Задача на 2020-й создать в Подмосковье около 50 тысяч новых рабочих мест, это на 5 тысяч больше показателей прошлого года. Здесь обращаю внимание на очень понятные, практические мероприятия по созданию системы привлечения малого, среднего, активного бизнеса. Причем речь идет не только о региональном уровне власти, но каждый муниципалитет обязан, должен думать головой о том, как создать максимально благоприятные условия для прихода новых инвесторов. Сегодня мы видим, что уровень запроса по новым рабочим местам, особенно в отдаленных территориях, просто является проблемой номер один. Еще одно решение – это включить все эти направления в областной рейтинг 50. Вот основные темы, которые сегодня обозначил губернатор Андрей Воробьев. Одним словом, экономика всему голова. Если коротко, у меня на этом все. Спасибо, Юлия. А я продолжу рассказывать о событиях в округе.